Экология на пальцах. Молодежный проект под такой назвой проходит в Беларуси. На протягу месяца школьники нашей области выучали разные направления экологической деятельности и проводили практические занятия в своих научных установках. Под обязанности в наступном репортаже. Ахова природы, экологичный лад жития, ровный навучает ровного. Три направления, которые выучают в рамках проекта «Экология на пальцах». Проект республиканский. Тренинги проходят в 12 городах страны. В нашей области это Гомель, Рогачоу и Мазыр. Школьники учатся рассказать одногодкам об экологии познавально и текава, как клопот обновокольным осяродзе становился ладом жития. Специфика Беларусской ассоциации клубов ЮНЕСКО – это то, что мы даем возможности. Возможности для разной молодежи, как сельской, так и возможности для молодежи из уязвимых категорий. Здесь мы просто объявили набор. Объявили набор на то, что будут проходить тренинги в рамках этого проекта. И желающие учреждения образования подобрали ребят, которые обладают коммуникативными навыками, которые могут проводить эти тренинги для своих сверстников. В Гомеле занятки проходят на базе Центра молодежных инициатив «Преступки». На протягу четырех тыдня у школьники вывучали экологичные проблемы у приватности, сортованне и перепрацовки сметти. У конца каждой встречи яны выводили 10 правил, у которых может притремливаться любой подлеток. Гэтыми ведами яны делились со своими одногодками на тренингах у своих школах. Экология сейчас – это достаточно серьезный вопрос. Возьмем даже сегодняшний день. Сегодня 21 декабря, но на улице нет снега и плюс 3 градуса. Это говорит о том, что уже идет нарушение климата из-за различных выбросов в атмосферу. Мы обсуждали, какие заводы более опасны для природы, как нужно себя вести, нельзя мусорить, нужно разделить мусор. Эти курсы полезны, поскольку они дают полезные знания, такие как беречь природу, иметь хоть малейшее понятие об экологии, хотя, конечно, здесь раскрывается тема больше, чем в школьном образовании. Неформальное образование может часто помочь в жизни. В конце концов, это лучше для всего человечества, если каждый будет знать о нашей общей проблеме. На тренинге «Экология на пальцах» я научилась работать с детьми в первую очередь. Мне очень понравилось, это хороший опыт. Сам тренинг мне дал много знаний по экологии. Программой проекта продолжены и такие этапы, как выклик самому себе. Каждый из удельников ставил себе задачу на тыдень и старался ее выконать. Например, не выкористовывать пластиковый пакет, сортовать сметки и проводить сбор макулатуры. Усё это для того, как стать мультипликатором. Что значит «школьники-мультипликаторы»? Сначала тоже такая ассоциация с мультфильмом. Нет, на самом деле мультипликаторы – это те люди, которые приходят и дают информацию, то есть они ничего не выдумывают из головы. Им информацию дали, а они пришли к школьникам, к таким же школьникам, как и они, и передали им ту информацию, которую знают они сами. Основная частка проекта тренинговая уже завершилась. Напереде выдача сертификатов и подведение выников. Кали инициатива окажется поспяховой, наступный сезон запланует на 2020 год. Вероника Гамзюкова, Сергей Ньеревич, Валерий Гапанько. Отели радио «Компания Гомель».